Минувшей ночью в аэропорту Бегишево совершил посадку особый рейс Борт-6789. Именно он не смог во вторник вылететь из Стамбула из-за атаки террористов на аэропорт имени Ататюрка. Хотя уже началась посадка, которую в экстренном порядке отменили. И вот только сегодня все 104 пассажира смогли добраться до пункта назначения. Среди встречающих, помимо из переживавшихся родных, друзей и деловых партнеров, была и наша съемочная группа. Множество людей, увидев в минувший вторник вечерние выпуски новостей, бросились к телефонам, попытаться выяснить судьбу своих близких. В момент взрыва в аэропорту Стамбула находилось немало челнинцев. Сегодня уже можно расспросить их лично, каково это – оказаться практически в эпицентре трагедии. Впрочем, непросто было и тем, кто ждал их здесь. Сначала узнал, что был теракт, потом позвонил. Нас успокоили, что все нормально, все пассажиры как бы живы, здоровы. Поэтому, ну, сильно беспокоюсь, конечно. Брат Рустама Агляулина вместе с семьей отдыхал в Стамбуле. Его коллега по ожиданию Ренас Хашбахтеев встречает жену, которая посещала Стамбул как турист. После этой поездки муж зарекся отпускать ее одну куда-либо, а в Турцию вообще не ногой. Как только увидел новости в телевизоре, сразу звонить, узнавать. Получается, они внизу были, а это над ним все произошло. Все равно все там, конечно, перепугались. В конце концов, короче, когда все это произошло, сами персоналы, которые были, все убежали. Они остались на месте все и не понимали вообще, что происходит. Большинство встречающих отмечают, что, несмотря на обстановку, дозвониться до близких удалось почти сразу. Узнали, что те живы-здоровы, но остальное на этом фоне было не столь важно. Уже менее чем через час самолет с новой партией пассажиров отправится обратно в Стамбул. Ну а те люди, чье путешествие против их воли затянулось на два лишних дня, теперь получают багаж и готовятся преодолеть последний рывок в этом долгом пути домой. Эмоция Мехол аэропорта, конечно, переполнен. И неудивительно, по сути, все, кто должен был вылететь еще два дня назад в Бегишево, счастливчики. Пассажиры рейса 6789 разминулись с первым взрывом на какие-то минуты. Мы зашли буквально за 15 минут до того, как началось нападение. Мы успели зайти уже, пройти паспортный контроль и шли к самолету, когда прозвучали взрывы и началась стрельба. К счастью, большинство или даже, вернее, наверное, все пассажиры только-только успели войти с разницы буквально в несколько минут. Мы готовились на посадку, потом вдруг крикнули «ложитесь», все легли, кто-то побежал, звуки были слышны, выстрелы. Бежали, выбивали стекла мужчины, спасались кто где-куда может, спрятались, выскакивали в окна на перрон, кто в туалет, кто куда. Размещение в отеле и двухдневное ожидание у большинства пассажиров претензий не вызывает. Страх пережитого отодвинул все неудобства на задний план, но не у всех. Например, Максим Федоров, бывший заместитель мэра Автограда и ныне депутат малышленинского поселения, уверен, ни авиакомпания, ни ответственные за судьбу своих граждан на чужбине чины со своей задачей не справились. Старались соблюдать те инструкции, которые, в принципе, по громкой связи звучали. Их была одна, через два часа после взрывов пройдите паспортный контроль, в принципе. На это пытались связаться с нашим консульством. Ребята связывали знакомые с правительством республики Татарстан. То есть нам сказали, ребята, ничем вам помочь не можем. Так или иначе, но в итоге все пассажиры борта 6789 доставлены в целости и сохранности. И с этой ночи самолеты из Бегишева будут летать в Стамбул и обратно по три раза в неделю. То есть расписание вернулось в штатный режим. Евгения Исаева, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.